Всем привет, друзья! С вами Влад, и в этом видео я вам расскажу о способах, как получить скины за 003. Все способы рабочие и стопроцентные, нужно просто время и терпение. Кстати, ребята, в этом видео спрятан промокод специально для моих подписчиков из телеграм-канала. Только те люди, которые подписаны на мой телеграм-канал, знают, где именно он спрятан. Точнее, в телеграм-канале есть подсказочка, где в этом видео спрятан промокод. Кстати, промокод на нож FlipknifeSnowCamo, а телеграм-канал по ссылочке в описании. Желаю вам приятного просмотра! Первый способ, который 100% работает на всех скинах. От 5 до 100 тысяч голды, то есть работает этот способ на любой ценности скина. Даже если у вас 30 голды, этот способ тоже вам подойдет. И, кстати, советую выбирать такие скины, которые часто продают и покупают, чтобы был на них какой-то актив. Потому что, если мы возьмем какой-то скин, который редко продают, редко покупают, это вам не подойдет. Давайте возьмем, например, дорогой скин. Можно любой, можно и дешевый, но я буду показывать на примере дорогого скина. Мы берем G-команда Luxury. Итак, для начала мы должны запомнить цену на самом последнем предложении покупки. Смотрите, на нем написано 1395. Вы сразу же должны запомнить это, то есть запомнить эту стоимость скина, количество голды, вот 1395, чтобы потом вам было удобно. Ну а если ваш скин подешевле, там 7099, вы запоминаете 7099. То есть вы всегда должны помнить первый запрос на продажу, всегда помнить его стоимость в голове. Так как если вы не запомните, вы каждый раз будете проверять это, это неудобно и вы уйдете, возможно, в минус, потому что просто не успеете заказать скин вовремя. Итак, мы запомнили цену и теперь можем уже заказывать скин. Заказываем на одну голду меньше, вот если у нас 1395, мы заказываем 9401, например. Но не нажимаем заказать, ни в коем случае. Мы не нажимаем заказать, мы просто ждем. Ну а если у вас часто тухнет экран, просто нажимаете вот сюда пальцем, где я нарисовал зеленым. Вы часто туда нажимаете и как только сверху изменится цена, после этого вы резко нажимаете заказать. А зачем вы спросите? А за тем, что человек, который заказал нож, возможно, ждет от другого человека нож за 003. Кто-то кому-то передает нож за 003. И как только вы заметили, что там меняется цена, то есть вы понимаете, что там кто-то перебил заказ. Возможно, для того, чтобы ему скинули нож за 003. И вы в это время тоже перебиваете его заказ. И получается, что вы перебили заказ, и вам прилетит тот нож, который хотят продать за 003. Или же калаш, который вы заказали тоже за 69.99. Калаш тоже могут слить за 003 другу. Понимаете? Вот в чем смысл. Но! Есть еще один нюанс. Зачем мы запоминали самую начальную цену? Зачем нам 1395? А затем, если кто-то выложит цену меньше, например, кто-то выложит свой нож за 1380, А у вас на заказе 1394, вы сразу же случайно купите его нож. Так что вы знаете, что сначала был скин за 1395. Потом новый скин выставили за 1380. Поэтому вы меняете свой заказ и ставите не 1394, а 1375. То есть меньше, чем на продаже. Чтобы после того, как вы нажали заказать, не купился какой-то случайный нож, который выставили просто вот так вот на продажу. Запомнили? Я надеюсь, все понятно. Ну, давайте я покажу подробный пример на этом скине. Он дешевле и вам будет понятнее. Вот, 7099. Я запомнил. Поэтому я должен заказать его поменьше. То есть, за пример, за 7001. Чтобы после того, как я заказал, случайно не купил у кого-то скин. И вот снизу в чатике мы видим, кто-то выставил скин за 70 голды. И нам теперь нужно понизить цену, чтобы не купить у него за 70. Мы исправляем на 69. И после, дальше ждем, пока сменят цену заказа. Я решил перейти на другой скин, потому что цена там что-то не двигается. Итак, 34 на заказе. Мы ставим за 33. И просто ждем, пока изменится сверху цена. И вот-вот сейчас кто-то закажет. И... Ну же, кто-то... Да, вот, перебили цену. И мы быстро нажимаем заказать. Но, к сожалению, никто не скинул ничего за 003. То есть, это рандом. Может повезти, может нет. А может вам за фулл сольют. Так что будьте аккуратнее. Этот способ дает вам ловить скины за 003. Итак, ребята, будьте аккуратнее. Потому что там очень много конкурентов. И вы можете попасться на уловку. Когда скин перебивают специально, чтобы вы заказали побольше, чтобы слить вам за фулл голду. Например, на больших скинах, которые стоят от 2000 голды, не советую это делать. Потому что там куча таких чуваков, которые шарят за эту тему. И могут специально вам втюхать за полную стоимость целый нож. Ну, а если у вас там 20 голды, либо 5, вы не волнуйтесь. Сидите себе на маленьких скинах и трейдитесь. Вам там никто ничего не сделает. Никто не будет вам за фулл там сливать специально. Второй способ, который дает возможность ловить скины за 003. Он работает только днем, потому что ночью рынок вообще не активный. И вообще трейдиться ночью очень сложно. Лучше ночью просто на заказ ставить. Если вы хотите какой-то нож купить, ночью ставите на заказ, идете спать. Утром просыпаетесь и сидите себе уже с ножом. Ну, а трейдиться ночью не советую. Это пустая торта времени. И я уже прошел через это очень много раз. Так вот, нам нужен день. Например, 3 часа дня. Вот прям прекрасное время, когда все школьники приходят со школы и начинают трейдиться. Сидеть на рынке и продавать скины. Если у вас есть хотя бы 50 голды, даже хотя бы 30 голды, уже хорошо. Хорошо, заходите на рынок и ищите дешевые скины. Там по 25, хорошо, может по 50, может по 100. Главное, чтобы их редко покупали. Не очень красивые скины, которые реально редко покупают. Чтобы их продавали, но редко покупали. Давайте зайду на рынок и продемонстрирую, как это работает. Почему нужны именно такие скины. Итак, мы находимся на рынке и ищем такие скины, которые редко покупают. Ну, не очень такие красивые. Давайте начнем с самых дешевых или ставим вверх. Итак, например, АВП Геор, который реально редко покупают. Он стоит 23 голды. И здесь человек может выставить его тоже за 23 голды 90 и перебить вот эту девушку. Если он перебьет эту девушку и эта девушка заметит, что он ее перебил в цене, она тоже отменит свой скин, она отменит его и выставит еще дешевле. То человек тоже отменит свой скин и выставит еще дешевле, чем она. И они будут постоянно вот так вот перебиваться. И чем больше они перебиваются, тем больше шансов у вас ловить этот скин, например, за 2 голды. Ой, извиняюсь. Так вот, если вы видите, когда человек отменяет и ставит много раз скин на продажу, вы просто берете и перебиваете цену на 0.1 голду. То есть вот за 20.51. И просто ждете, пока они случайно нажмут продать, например, за 2 голды, а не за 23. И вы получите эту скин за 2 голды. То есть это работает даже на ножах. Например, Драгонглаз, да? Человек какой-то выставил его за 10 тысяч, другой опять за 10 тысяч. Кто-то за 9.99, 999. Они выставляют, постоянно перебивают себя друг друга, перебивают в цене. И случайно кто-то может за 9 голды слить. Как только вы видите, что кто-то перебивается скинами, вы берете, вот так вот заказываете и просто ждете, молитесь, чтобы кто-то слил. И у меня такое было не один раз. Я 2 раза за неделю словил Керамбит Клав вот таким вот способом. Все, на этом все. Спасибо за просмотр. 2 способа всего лишь. Сорян, я думал будет больше, но оказалось 2. Всем удачи, ребята. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк. Мне будет очень приятно, потому что мне этого не хватает в последнее время. Все, удачи.